Владимир Владимирович Владимир Владимирович Владимир Владимирович Владимир Владимирович А я еще один в магазинах, да его и не все вместе, старая у меня, у меня, все вместе, стараясь, 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 стараясь. И перед ними началась эта задачка, потом жест лафан. Вот, кстати, все блесли, а вы все блесли, вы верите, шли у вас руки, вот такие вещи, на том ход, понимаешь, все руки маши, кобылица такая, и у нее глаза вот поплошные, и она начинает, как только цыганочку завоет, так начинает и пякнет, она еще ничего не делает, она просто встает, вот такие, лошадь, и начинает. И вот все так, так и ладно, кстати, ну, когда он делает, чуть-чуть, да где-то, может, не бывает. Подойдя к дверям своей квартиры, я нашел письмо, которое написано, прошу прочесть сразу. Хотя письмо написано мне, я считаю своим долгом прочесть его вам. Уважаемый Юрий Петрович, в ночь с 22 на 23 октября мне приснился страшный сон, имеющий самое непосредственное отношение к вам. Спускаюсь я по черной лестнице в доме, что в Павловском переулке, где провела свою молодость, а в распахнутом окне стоит ваш сынок. Стоит он абсолютно голенький, в руке держит белого голубя и наклонился на улицу вниз, смотрит. Во мне, как это бывает только во сне, все оборвалось, а он ангелочек. Серьезно, совсем по-взрослому, мне разъясняет. Интересное письмо. Ты меня не спасешь, коли папочка твой того не хочет. Я ему как так? А он говорит, ты посмотри вон, скольких папочка решил оставить. Заглянула я, а под окном лежат все ваши артисты из театра. И Владимир Семенович, и Алла Сергеевна, и Валера Золотухина. Все, все лежат. И вроде бы они разговаривают между собой, а я вижу все мертвые. А вы, Юрий Петрович, ходите среди них, почему-то под зонтом, хотя дождя нет. Тут ваш сыночек вдруг заголосил, он их убил, он их убил, он и меня убьет. Хорошие письма. Папа в субботу театр убьет, а с ним и меня. Не стало бы я зря писать, то знаю, что бывают вещи и сны. И скажите папочке своему, чтобы он театр уберег и не делал никаких репетиций. Если они закрывают спектакль, я ухожу из театра. Никто на меня, никакие их подметные письма, ни угрозы их не подействует. Так, извините, может я и зря это сделал, но почему-то мне интуиция подсказала, что я должен вам это все прочитать. Потому что бывают минуты, когда каждый человек должен решить свою судьбу. Упреков эти, что я вас убил и покидать от я не принимаю, считаю это клевушеским и глупым.